Табличка «Биологическая опасность» предупреждает. Прямо сейчас за этой дверью происходит исследование крови на гепатиты B, гепатит C и на сифилис. Многомиллионное высокотехнологичное оборудование буквально втиснуто на 17 квадратных метрах. Конкурс «Панацея» имеет 9-летнюю историю. Инициировали его факультет журналистики МГУ и медицинское сообщество для того, чтобы поддержать тех, кто пишет о здравоохранении, проблемах в этой области, научных достижениях и новых технологиях. В этом году такой был у нас рекорд. Было подано более 4,5 тысяч материалов по пяти номинациям. И нам очень приятно, что из вашего региона вступают материалы. И в этом году очень хорошая работа стала одной из лучших работ по телевизионным программам, по циклу телевизионных программ, которых описывается и состояние медицины в вашем регионе, и больницы, и так далее. В своих материалах Дарья Давыдова рассказывала о детской реанимации окружного кардиодиспансера. Другой репортаж посвящен строительству новой станции переливания. Еще один материал о строительстве Центра охраны материнства и детства, который станет самым крупным в стране. Снимали в таких местах, куда обычно не пускают съемочные группы. В этом конкурсе профмастерства Дарья участвует не впервые, но на достигнутом результате останавливаться не собирается. Наверное, когда нечего добиваться, надо уходить из профессии. Я так всегда думала, и конкурс – это такой стимул. Расти, участвовать дальше. Даже если ты не победил, это значит, что ты, может быть, где-то немножко не доработал, может быть, тебе где-то немножко не повезло. На панацея я заняла второе место. Есть куда стремиться, стремиться до первого, поэтому обязательно буду участвовать и дальше. Медицинская тема красной нитью идет в творчестве Дарьи. Наверное, потому, что когда-то она мечтала стать врачом, но выбрала другой путь. Журналист всегда в центре событий, а ценность этой профессии – иметь возможность помогать людям. Коллеги Дарьи признаются, что смелости ей не занимать. Приходилось снимать сложнейшие операции, иногда принимая на себя несвойственные репортеру функции телеоператора. Когда я узнал, насколько она сложная, что там операция со вскрытием, я сразу же отказался, несмотря на то, что на опыте на нашем мы снимаем разные происшествия, и видим через объектив очень много страшного, скажем так. Я не согласился, я отказался. Даша взяла камеру в руки, пошла в операционную, наснимала, конечно, там все в пересвете, все криво. Но ничего, все равно повыбирали, сюжет получился отличный. Такого ажиотажа организаторы конкурса не ожидали. Откликнулись авторы практически из всей страны. Награждение победителей планировали провести в феврале, но из-за большого числа работ честование финалистов пока отложили. Татьяна Расторгуева, Юлия Прискачёва, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости.